В день гала-концерта на поляне у Мострюковских озер было жарко. Этому способствовала не только отличная погода, которая баловала гостей, но и сами туристы, приехавшие на Грушинский фестиваль. Авторы, исполнители и зрители стали единым организмом. Они подарили друг другу самое важное – любовь и живое общение. Последнего всем ценителям бардовской песни особенно не хватало, ведь пандемия разлучила людей на долгие месяцы. Но крепкая дружба оказалась сильнее и вылилась в грандиозный праздник, объединивший вокруг себя более 50 тысяч человек со всей России. Долгожданный визит сына легендарного Владимира Высоцкого только подогрел интерес зрителей к 49-му Грушинскому фестивалю. Никита Владимирович читал стихи отца с главной сцены на поляне, общался с туристами и раздавал автографы. После встречи с поклонниками Высоцкого-младшего пригласили на экскурсию, участниками которой стали губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Прогулевшись по поляне, почетные гости подписали соглашение о присвоении новому дворцу спорта на Молдогвардейской имени Владимира Семеновича Высоцкого. Советский бар давал концерт в старом здании ледового комплекса в далеком 67-м. Но память об этом событии до сих пор живет в сердцах горожан. Я знаю, что в Самаре к отцу моему относятся очень хорошо, очень уважительно. Есть улица Высоцкого, есть группа людей, которые много лет занимаются увековечением памяти Высоцкого. То, что произошло вот только что, по-моему, это очень правильно, очень хорошо. Есть люди, которые чтут, которые помнят, которые делают все, чтобы творчество Владимира Семеновича было с нами и сегодня. А его актуальность и в нынешний период переоценить, наверное, просто невозможно. После официальной части в предпоследний день Грушинского фестиваля наша съемочная группа отправилась к горе, на которой полным ходом шла подготовка к главному концерту на плавучей сцене гитаре. По пути мы встретили одного из хедлайнеров опен-эйра Василия Урьевского. Выходя на сцену, музыкант очень волновался, но зрители практически моментально разрушили барьер и позволили исполнителю открыться перед собравшимися, отблагодарив своего кумира оглушительными овациями. Куча народу, все тоже соскучились, все рады меня видеть, я рад, что я вот вышел, я так прям кайфанул сегодня. Я понимаю, что да, я вот по всему вот этому очень скучал и даже не хочу завтра уезжать. Уезжать не хотели и те, кто смог преодолеть подъем в гору и стать свидетелями традиционного концерта на горе. В этом году организаторы Грушинского фестиваля особенно постарались. Плавучая сцена гитара утопала в дыму, который растекался по ровной глади Мострюковских озер. А во время выступления лауреатов конкурсного отбора на берегу то и дело сияли фейерверки. Авторы-исполнители представили зрителям программу, состоящую из разноплановых песен. Композиции заставляли туристов плакать от счастья, искренне смеяться и сопереживать лирическим героям. Я сижу одна на тренечке, на тренечке, и не стараюсь песенку дикать. В голове бегает кружится человечек и как будто пофорчевает. Винтика, 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 винтика. В полночь на поляне Мострюковских озер пошел дождь, который является неотъемлемым атрибутом Грушинского фестиваля. Этот традиционный и ежегодный каприз природы никак не расстроил зрителей. Вместе с горным грунтом капли летнего дождя смыли все печали людей, оставив после себя росу на еще не выжженной летним солнцем траве. Анатолий Головко, Константин Головин. События.